Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Вы меня уже достали своим безделием. Экономическое чудо Лукашенко. Ложь и реальность. Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительства и неблагоразумия государственной власти, писал великий шотландский экономист Адам Смит. Доказано историей. Беларусы невероятно трудолюбивый народ. Поколения беларусов создавали и строили нашу страну. Не одно столетие они поливали нашу многострадальную землю своим кровью и потом восстанавливали Беларусь после разрушительных войн и бедствий. И все получилось у беларуского народа. Не просто восстановили страну, а создали свое независимое государство. Но на этом беды беларусов не закончились. К власти пришел худший – Лукашенко. И 30 лет спустя его бессменного правления ситуация в нашей стране сложилась так, что скоро трудиться на ее благо будет просто некому. Число занятых в экономике Беларуси, по данным Белстата, с 2010 года сократилось на 550 тысяч человек. 550 тысяч человек сокращение. Это больше, чем население целого Гомеля, второго по численности города в стране. Общая численность населения Беларуси тоже начала сокращаться именно с момента появления у власти Лукашенко. Худший буквально сживает со свету лучше. За время его правления население Беларусь сократилось более чем на миллион человек. Вдумайтесь, за время Лукашенко население Беларусь сократилось более чем на 1 миллион беларусов. Особенно же сильно вымывание работающих из экономики началось после 2020 года, когда Лукашенко потерпел сокрушительное поражение, но не принял его и начал массовые репрессии, которые продолжаются до сих пор, до сегодняшнего дня. За последние, поствыборные 3,5 года наша страна, по данным статистики, Лукашенко потеряла почти 170 тысяч трудящихся, то есть население Баранович, восьмого по численности города в республике Беларусь или 7 шкловских районов. Родина Лукашенко. Мы потеряли 7 шкловских районов. В год убывало более чем по 2 района. И это огромная потеря для экономики страны. Людям по природе своей свойственно стремиться к благополучию и достатку. Для достижения личного благосостояния они создают собственное дело, фирмы, предприятия, изобретают и строят, проявляют инициативу и создают новое. И это стремление в итоге приносит выигрыш как всему обществу в целом, так и государству в частности. И такое стремление правительство демократических стран всячески приветствует и поддерживает. Но только не Лукашенко, который решил, что жить в достатке должен, да, только он, со своим семейством в 19 резиденциях в Беларуси и нескольких в России. ВВП на душу населения в Беларуси в 2022 году составил 7800 долларов США. Для сравнения в Польше этот показатель равен 18700 долларов, то есть более чем в два раза больше. Причем в начале пути реформ в 1990 году Польша имела ВВП на душу населения 1700 долларов, даже отставая от советской Беларуси с ее 1800 долларов США. То есть с 1990 года ВВП на душу в Польше вырос в 11 раз, а в Беларуси только чуть более чем в 4. В маленькой Литве, все время ее вспоминает режим, ВВП на душу населения и вовсе уже перевалил за 25 тысяч долларов. Этот успех стал возможен для наших западных соседей благодаря демократическому пути развития, рыночным реформам, а также европейскому выбору, который они в итоге сделали. Пока кто-то реформировался, развивался, быстро двигался вперед, наша страна из-за Лукашенко стояла на месте. Вообще большинство экономик мира растет значительно быстрее белорусской. Из-за этого ее доля в глобальном ВВП сейчас ниже, чем, например, еще десятилетия назад. Лукашенко своим бездарным правлением и непониманием экономических процессов препятствовал усердной работе талантливой нации белорусов. Он хотел как можно больше контролировать и воровать, а это не давало оснований повышать производительность и расширять производство, да и вообще проявлять инициативу. С 90-х годов из-за руководства несменяемого диктатора Беларусь так и не совершила в своем развитии никакого существенного продвижения. А ведь по Конституции Лукашенко мог находиться у власти не более двух сроков, то есть максимум до 2002 года он мог приносить вред Беларуси. И то, если бы его честно переизбрали после первого срока. Лукашенко только и умеет, что паразитировать на достижениях прошлых поколений, ничего не предлагая нового. Победу над нацизмом он приватизировал через собственные парады и массовые мероприятия со своим участием, где в маршельской форме диктатор красуется перед объективами фотоаппаратов и телеками. Теперь Лукашенко запускает стюардессу Белавиа в космос, выдавая банальный космический туризм за технический и научный прорыв 60-летней давности. К сожалению, из-за Лукашенко технологическая Беларусь так и осталась на уровне советского прошлого. Вместо новых предприятий Лукашенко 30 лет строил Ледовые дворцы, куда не каждый беларус может отдать заниматься хоккеем своего ребенка, так как не каждому беларусу по карману купить для своего ребенка хоккейную форму и снаряжение. Конечно же, в отличие от самого Лукашенко и его сыновей. Тем временем, Беларусь могла бы быть спортивной державой и показывать выдающиеся результаты, если бы средства вместо прихоти диктатора шли бы на развитие массового детско-юношеского спорта. Вместо парадов и салютов колоссальные деньги можно было потратить на помощь ветеранам и узникам нацистских лагерей. Вместо строительства центров идеологического и так называемого патриотического воспитания пустить средства на строительство школ и детских садов. Вместо строительства атомной электростанции и новых зданий прокуратуры и милиции мы могли бы поддержать отечественный бизнес, развивать альтернативные источники энергии. Вместо закупок, водометов, дубинок и резиновых пуль деньги белорусов могли бы пойти на закупку лекарств и необходимого медицинского оборудования для белорусских больниц и поликлиник. Все это можно было сделать за 30 лет, если бы не Лукашенко. Наша задача теперь исправить ошибку. Ошибку длиною в 30 лет. А для этого нам необходимо объединиться. Объединиться вокруг альтернативы Лукашенко. Это значит поддерживать и развивать наших добровольцев, наших политзаключенных, наши политические институты. Важно проголосовать за своих представителей в Координационный совет 25-27 мая. Впервые за 30 лет мы реально можем провести демократические выборы и создать по-настоящему представительные институты. Не назначить, как Лукашенко, а действительно выбрать тех, кто будет по-настоящему нас представлять, опираясь на реальные голоса Беларуси. Тех, кто будет отстаивать наши интересы в мире сегодня. А завтра, в транзитный период, взять на себя ответственность за то, чтобы построить независимую, ответственную и свободную Беларусь. Такую Беларусь, какую 30 лет белорусам не давал построить режим Лукашенко. Режим худшего. Мы же, белорусы, достойны лучшего. Достойны выбирать лучших. Достойны жить в лучшей Беларуси. Живее Беларусь! Беларусь! Продолжение следует...